ну что ж друзья захватывающей была вторая карта я думаю что дальше будет еще интереснее у нас остается от одной от двух до трех игр вот так вот примерно и мы узнаем победителя геймстарс лореаль ман эксперт турнира который по-прежнему комментируем и ланигиро и снайс все верно друзья и конечно же вам напоминаем о том что главный спонсор лореаль ман эксперт твоя защита и верен себе да да ну и были защищены и уверены в себе силы тьмы они же ребята из вигейминг во второй карте как минимум а так что поглядим что там у нас будет далее далее будет драф 3 карты которому я так предполагаю мы вполне можем уже переходить да все так и у нас вылезает медуза продолжать у нас сакс три карты подряд на сервер сануви гейминг по очереди команда берут и по очереди побеждают тут такое дело что сможет ли акс если он будет карирующим перебить минус ну я думаю здесь акса не надо брать 3 а с другой стороны не надо кэрибр это куда-то его ставить да ну вот непонятно все получается леваем азимут думают кстати что акс 3 и забанили террор-блейда луну траксу все в общем чем может играть принципе правильным остается еще что остается еще как минимум всякого рода попытки поиграть через лансер попытки поиграть через а кого еще кто еще может быть молодцом который будет с медузами сражаться в к может какой-то ну на самом деле это парня мы тут хотели бы видеть собой мы это уже вспоминали но что-то пока слабовато о нем команды думают именно не за счет слабостью находит вроде как небо пробившую его пикуют его с ним исполняют видимо все таки вот этот т.б. медуза считают более сильными и потенциально неважно какая стадия крита мид геймлейта не вытаскивает а вы к может почитать что нет хотя опять же криты там мощные могут быть каждые секунды не вижу проблем поглядим из банов таких серьезных еще худвинг который как раз как мы помним в гейминг не играют азимут играют и всякие вот эти бруды всякие аппараты паки и все такое мир иск появляется есть марс если брать к реакции хотя у вас уже в оперись если конечно опять какой-то такой необычный драфт придумывать взять вайперами так скорее вас 3 и феечка 4 еще пятерка на вас пик нет ты грязь совсем какая опять же может просто дамы же не хватить как мне кажется на медузу в какой-то момент здесь может быть если так все брать такая же ситуация как мы видели в предыдущей карте что вы доминируете доминируйте потом все-таки медуза отфармится и на дает вам по щам поэтому не знаю насколько это правильно именно так распределять героев если так будет думаю что что-то другой видимик придумают вот у них уже есть абадон у них уже есть медуза уже принципе драфт сделан осталось его не испортить ну а чем тут можно не испортить смотри пока не есть можно не испортить миранкой все это убирано куда мирана 4 мирана мид каждого ли он был бы лучше это хекс это подкоп это 2 станет уже и бёрт даймэдж виде пальца амирано что вы инвиз равна неуязвимость стрела ну хорошо лип потенциальных я не смог бы сверху появиться сейчас уже не хочется или у нас все игроки на фениксе закончились на этом турнире и финале мы не увидим феникса но пока феникса не очень хочется мне кажется против миранки уже брать хотя кто знает там и драквилл может нормально помочь фениксу раскастоваться и акс в целом тоже другое дело не понятно пока реально куда это мира не жили гран-4 Viewer download Farm Okay COW-4 стоять просто взяли gonna 411 можно можно еще в вид поставить но просто не уже ли действительно почему не ли он короче inspired простой вопрос действительно почему не леон ну ладно не самый плохой вариант но можно было лучше давай так я просто я просто пытаюсь понять логику в пике именно мираны и пока не могу понять что здесь даже у абадона и медуза нет ни одного стана под который можно было бы комбинить мирану сейчас появится тройка какая-то бешеная со станом я предполагаю что сейчас появится арбуз но нет этого этого это в этомид это мид варка хорошо просто если это три варкет гг хотя у вас есть ну допустим это раз танк может медуза быть абадон ходит не хочешь ведутся вставлять фронтлене но я пока я пока не понимаю шейкова стрела в принципе зато два долгих стана в теории да просто как должна работать массовая драка ни одного яшного скилла не веду за огонь им шарт круто это не ну как бы это не совсем то что ты хочешь видеть от командного сражения просто уви гейминг ты понимаешь как работает верно продлевается аксом все это под лужей вайпера продлевается дарвил хотя бы есть какая-то какой-то каркас на который ты можешь нанизать свою драку какой каркас здесь мы попадем стрелой мираной и будем от этого играть сейчас будет много зависит от тройки пока ничего не понятно опять же ты берешь в рку в дарквиллу которая может уклониться ну который ты не заберешь про каста скорее всего ты берешь в рку в винтер виверну которую ты тоже можешь не забрать потому и любого персонажа под винта верно ты можешь не забрать странно в принципе бывает ситуация когда любого героя сложно забрать нет но здесь есть уже конкретно против райт клика два персонажа как минимум то есть дарквиллу сама по себе реалом прячется в интервью верно колдом брейсом сэйвит от райт клика я посмотрю вот марс убрали хотя опять хороших сильных героев может быть не самый достаточный контроль опять же один попался там сразу серия полетит так что не самый плохой вариант был бы д.к. есть вот д.к. мне нравится и он в теории там есть игра затянется у него стан станет ауе знаю я сразу скажу что я не какой-то там великий аналитик эксперт в драфтах нет у меня какого-то бешеного понимания доты и поэтому поэтому для меня драфтайзмут кажется непонятным очевидно что они как-то проговаривая у себя это в команде пришли именно к такому выводу не просто так не этим персонажам он он нормально непонятно можно лучше просто вот я единственное вот что мне не нравится просто можно было лучше мне кажется если он мне кажется просто поинтереснее чем аспиран и в эфире учитывая как исполняли ладно исполняли одни хорошо другие плохо от нас вот два варианта было в эфире мид одна хорошо если он другая не очень опять же лас пик кого успеху вигейминг если это будет похоже на то что вы с тобой видели а это как раз кипом было в матче с азимут да когда они закрыли кунг и лас пик вверх куда так и был против регион на первой карте что-то секунд потому что среди миг но нет и вот они не забанили так что в теории вигейминг могут взять кунг у нас пик или же один часами забирать кунг на тройку но тогда это совсем уже непонятно что зато будет комбинация подмиран и в арку тогда можно вообще даже на 3 отправить короче кунг и нормально смотрится но это панга теперь я запутался совсем окончательно и антимаг вообще нате ну для меня здесь драфт в гейминг выглядит выигрышней и столько медузы не разожрется а тогда согласен просто медуза ставить без маны и через одну медузу через мановой можно всех взорвать проблема что медузу оставить без маны вообще не сложно ты берешь на нее кастуешь ульте верно и в это время бьешь интимагом согласен все так и есть это комбинация простая до как это даже неуважительно простая комбинация в общем мне кажется азимут немножко перемудрили но опять же здесь есть шанс что удастся хорошо сыграть от медузы то есть удастся погонять антимага удастся дать пространство удастся не проиграть линии удастся миране паромить хорошо где-то ну и вот за счет этого что-то сделать потому что вот в целом для меня драфт в гейминг выглядит по более рабочему так скажу есть такое пангольер хорошо исполнил мастерин пангольер к нему очень было мало вопросов за гул это лада за гул по прожатию кнопок и всему прочему к нему вопросу было мало наверно поэтому для уверенности взяли на пункте я думаю он бы так хорошо не исполнил так что это правильный выбор поглядим поглядим третья карта best of 5 финала game star с лориальман эксперт у нас здесь развивается вигейминг силы света азимут силы тьмы и давайте посмотрим к чему приведет противостояние на этой карте команды уже готовы идти на руны ну давай про наш любимый чем поход турнира стаки что тут акс антимаг забирает даже вайпер может забирать удар это медуза в основном кто их может так и делать может вообще кто угодно нет но тут опять же мимо говорим же про врыв в первую часть быстрого саппорта который может перемещаться по карте вот значит я как это услышал мысль в анализе год назад все я зацепился потому что быстро саппорт который даже не год меньше это быстро саппорт который черта позиция быстро передвигается типа худинг и рандер с липами случае необходимости до передвигаться быстро так и делать и это цепляет то что бежишь ты уж так хоп вернулся на линию здесь с одной стороны от мирана а с другой стороны это даркил она не такая быстро но все же придется и так филу да по моему она не супер шустры бегает чуть-чуть по 285 у нее родной он 295 сапог 3 до 35 45 помню сапог дают 2 90 45 дается пока 2 90 получается по итогу по рунам здесь кстати пошел антимаг за руну воевать довольно необычное действие от антимага который обычно никуда не хочется отметим очень глубокий варцы стороны силы тьмы на хиграунде вот сейчас где антимаг там бегает стоит об сек довольно глубокий опять же им можно и курьеров пробовать пробивать потому что есть мира на который за ними будет успевать и в принципе какие дальнейшие перемещения успевать видеть такой вот сейчас например даже уже будет видно как курьер идет и мирана уже может отправляться на поимку этого курьера может быть даже до того как он что-то притащит уже 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 дата прав так и будет не знаю что там тащит себе во старой спинт может стики может еще что-то но они сейчас не дойдут а это общество треклиния получается останутся заблоченную оба спауна крипов на нижней линии и кто-то не сможет сделать ни рейдинг не дайер на топе там будет просто махач но возможно будет и отвода центром вайпер против варки какой предикт на их противостояние ну будут стоять вайпер будет заплевывать вверху в эти будут проблемы но как появится виндран можно будет избегать парочку плевков и решающих каких-то на какие там быть равно впитывать так что варка умирать должна тут прям при крайне серьезно ошибки на при получении 6 вайпера только лишь в остальном у нее шансы тоже есть кстати забрать оперного опять же вряд ли один один друг друга не убьют а по крипам на н все-таки и счет вайпер лужи поздно так и должен выиграть пока у него мана он будет лидировать на линии вообще смотрим пока на верхнюю линию яру здесь нормально так накидывать противником вынуждены довольно часто используем всякие там гусы и так далее нижняя линия здесь интимак в интимак пока все замечательно да и в принципе его здесь как-то скомбинировать чтобы его забрать будет очень тяжело вот тут почти до последнего как вы дрались и между собой кто выйдет не выйдет момент нормально оба дону есть феерик еще оба дона в класс сейчас откатится ну да почти на фуллу отрегинился кусты и пассивка страта свина может и нет бать это кусты 1 1 куст возвращается куда я куда бежать сейчас идите из лесу сейчас щит чтобы откатился но не хочет стараться играть просто горелка накинется ну и все это труп так вопрос для кого-то руках для оксана вообще идеально и кольцо сразу потом еще минус курьера вот опять же да да там все сейчас интерак видим да есть немножко тебя можно обратно починовать раз опять курьеру мир с вещами поэтому да опять не разворить надо принимать под т2 где-то курьера чтобы разворить довольно не прибыли хотя бы просто пойти его направление но ты уходишь пока за курьером антимага бьют а у нити мага пол хп как бы не хочется но анти макс по всему уже сбегал за кольцом потому что он возвращается с речки значит он бегал туда и тут пока просто разбор ботлов кругу очень немного здоровья у молоди осталось на их тоже проседает немножко даже ну и пока можно его так пытаться зонит немножко пока не готова сражаться в интервью верно вот как раз пошел агрессировать сам немножечко там попытался пострелять по хайзу примерно поровну них по ресурсам в интервью вернее в бойте все еще как-то супер плохо отхиливается вот только сейчас фласки добрался до этого момента уже хорошо что фласка хоть есть но вот курьера черный попытка с попытка доставить предмет и будет уверенно даже не фаска был это был колдом рейс кстати он могла доехать если второй раз он доезжает до т2 и второй раз не доезжает вообще ли верно может быть все таки стоит проверить там местонахождение барда как раски этим стариком который долго едет столько времени ну так он должен сначала доехать вот в чем дело плюс здесь вард уже престарелый он рискует погибнуть свитн стронг оставил под два курьера но это туда верно по моему либо что-то не разрывать либо знает урегиер можно хотят не поставили нет что хотел продлить свой варту покачу курьера ей в пути ну вайпер короче как должно было быть у него мана принципе особо не заканчивают поэтому он доминирует на центре потом очень хорошо хотя в арк тоже мудрец и донайт 7 динайв откупки у нее появился хотя и крипов на чуть больше 10 и меньше добита ваги роще топ корпус от оказывается на карте уже давайте расовы не испытываетесь проблем ответный курьера ютда за ответный курьер там кстати стоит кураг вот прям под вардом чья-то может быть вторая дума антимага потому что я думаю верно курьер сейчас же и бежит бежит вот пошел 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 так ему стрелы курьера ты не убьешь это повод только для верно остановиться тем не менее пошел и он добрал до предметов кстати тоже видели второго тоже видели и второго и этого боже это вообще если честно ну так вот четырех курьеров здесь потеряли это куча денег для дайер по 150 каждому по 150 200 поменьше на по 150 каждому да это много в начале игры закрывать мага точно был по 40 каждый но тем не менее да это почти косарь где-то но зато мастере нет погибнет все равно молоде хотел оставить враг вроде бы все таки своему тиммейту но не стал до конца этим заниматься можно припечатлены торса мы видим что тут в арке саксон не очень антимака ментозации так что тут где-то по своим линиям кто-то больше поменьше так вот и попытка файра подраться стрела открыта прилетел да там крипчик полу живой был и в итоге тиры джуниор живет до конца хейс не сможет добить своего ваня на вот . залетает аэроу но там был ферри файр все урон уже нет чтобы зарядить бота пролетать базы тоже особо некому сейчас пачку быстренько заберет побежит на базу самым максимально вариантом что стоять здесь без маны без хп партнер вайпером вот такой си может быть часу оба дон найдется чем обмазать был он вроде подходит они оба дон пошел смотреть так и видимо до 1 вверх уходит туда подальше отсюда но твоему там гламбитов алленский ну пол в курьерчике был так что на эту перчатку набрать чтобы собрать птн и дальше может быть снос переточиться на покупке бф его запчастей x таки я не вижу чтобы уровень количестве были там может быть даблс так какой-то штраф и был ну вот обычно и что как раз нет это на обычно спал не там есть таки ну чтож восьмая минута что у нас понотворцем 46 на 46 мы видим что там одинаковое количество крепочков было у первых мест а здесь находят кого правильно находят медузку медузку попытались подсевить до конца идет сражение одновременно с этим мы видим там на нижней части карты везде очень любит кого-то пытается убить и все игроки 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 гейминг не получилось но то не очень долго виду забили там все-таки потянулся бадон спас щитком опять же щиток 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 на вас тече карте ожидая снова в бане абадона знаешь это первая карта прошла надо забанить минут за блэнди бадон третья карта давайте вернемся к этого не забанили заводится отлично погнали и плеч как а танго же было танго было чего не прогрыз непонятно запаниковал вот там секунду 3-4 можно было вспомнить что здесь танк ну да ладно паническая атака ну правда руки аквилатуры убрал да пусть таки в такие моменты да может быть лапки что 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 происходит да не боюсь или уже сдался действий в любом случае здесь то можно вводы не атаку почти шестого нет буквально два крипа надо добрать что появился 33 крипа да теперь хватает но туда и ноги а вилер не получил а если на развороте бахнуть быстро но там вы ярко опасно тибор из dd пришла вообще и это все был подвардом они знали что она летит там стоит краски варты и удары в рейдинг только лт1 внизу ну и ганка на центр через молк на центр тоже особо никого нет вайпер ушел в треугольник только если через вышку аккуратненько пройтись но это будет тяжело хотя сейчас на следующую пачку должен выходить наверное да и граждан пока действуют надо связывать сначала через кирпажа надо свернуть ну ладно так через д д убьют стрела 5 мимо но дэм же хватает и напоследок связала вановой хорошо разменясь на тему реально но редко когда ожидаешь увидеть керри которые на 10 минуте смещается в мид чтобы разменять на кого-то это в этом то живые крипы у него на базе достроит подфармливает здесь себе blink как раз для того чтобы дальше уже с этим блинком идти агрессировать вот со стороны команды дайер какого-то такого лютого агрессора который бы врывался особо не будет дагер некому делать ну в р к чему танго вот два блика будет ангаса что мы идем панга не первым артефактом далеко в р к тоже не первым артефактом хотя смотри панк уреба сейчас хочет он говорим сейчас мой молоди скорее всего тимой нужно будет тратить так и происходит мастер один сюда что его добьет чаще по фичке покатиться было бы здорово но она забрать быстро и валить яичко прав кусты прыгнул успел успел сработать инвиз пока еще нет возможности просветить и среди настройка выживает так хоть захотят позариться на эру сейчас куда и свежбаковыми стрела отбилетовать в резина тока по камерану забирают печки тут уходят а вот такси вещь непонятно идет ли также непонятно как феечка уйдет ли здесь вас уже потом здесь папа панга скорее всего добивал бы а вот так встречает ее на и старого из антибак приходит на давай да а там все еще живет еще жил акс как часто забирают манта минут 11 что это такое кто чья где у кого там и у кого видимо ни у кого ни у кого нет манты на 11 минуте я приснилась манта смысле там написали в чат ладно минус минус dark with происходит верно ты увидел яшу нет я увидел сообщение в чате манта минут 11 11 минут а вот все исключительно знаешь что можно вручную текст писать чат даю ну не просто ж так пугает типового медуза уже есть манта пайку и да это ты знаешь это морально ты пытаешься надавить соперника психологическая так мало в доте психологических атак мы конечно типы да 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 вот это вот неплохой здесь ультим этот мелодии получится ли и развить как-то 3 лака не водится так же приходится также пытаются забрать таки хотя бы мастер и с ним справляются также минус vr к ну и разгоняю тучи дальше гац и тоже скорее все погибнется ультимейт у меня в пулдау не быстрее так еще и не все на этом кажется умиранки есть последний лип стрела есть пробитие ну да дальше решили что есть более важные цели например можно в центре вышечку убить что время блочит спаунка повода теперь забрать вышку или динай ни туда ни сюда да еще и не успел раскрутиться мастере ультимейт под моим кредоз пока нормально 500 золота имеется плюсе относительно всех других но этого не будет хватать потому что как это стандартно бывает есть медуза которая молодец дальше провал вот опять 25 опять убежит в бой это опять же споминая вчерашний матч который был плохой вверхе против кунки где она просто лезла в бой а пока бы не было она просто мира умирала 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 здесь конечно агро курса и ты все это время пока бы стоишь ничего не делать это же конечно хорошо такое возможно но сашу сашу каю что ли собирать не знаю даже забирают ложку снизу 88 довольно ровненько все наив сейчас тоже здесь должен добить вышку из этой вышки получит уже бф не такой быстрый боев у него было на 12 минуте на 1130 если это конечно все его игры были антимаги по крайней двух антимагов я помню таких на 12-30 минут убили 1 1 точно его было тут пока вверх и по террорайзом под станом под плевком под агро в общем ее здесь не был стерли вверх из подагрена в итоге что мы видим в итоге мы видим что пока вроде бы и фармит медуза на другой стороны антимаг сейчас начнет догонять потихоньку потому что его фарм с бф он сопоставим как минимум у вопросов все еще есть к вайперу не все еще появились не хочется то сбрать по камеру сейчас дорогой скупит если он после него не хочет брать атоса тут личным явно не будет контроль виде атоса более останавливать эмирану не давать и липаться и все остальное остальное даже можно панга сбить им сам касту ультима это не вижу здесь по поводу и черного не берет этот вопрос возникает поглядим что выберет себе вместо атоса если это будет не этот артефакт действительно этим маг пошел этим ага с этой линии теперь будет особо не увидеть потому что он будет там подфармливать леса он будет кушать постоянно эту линию на него будут отвлекаться лишь если туда придут большие силы может быть что-то изменится здесь акс а старый доброго розмайлом кстати да акса видно на варде должны понимать что не просто так сюда не суются проверяем даже но тут вроде бы стоит неподалеку один они вертись . ставить 2 но ты не хочешь ставить в эту же точку 2 поэтому акс старик не реагируем хотя играл и все нормально за грел связали сильнее дальше ах ты курса и коротенько достроиться никуда не денется забираю дальше тут раскатался мастере попытка забрать дарквилл то просто кастует телепорт устрачно стрела была выдана уже тогда под прошлый и вверх тоже пошат не могла за и был в принципе смотри она сейчас начала потихонечку подниматься то есть джевелин есть металл хаммер аккуратненько залоченный джевелин чтобы случайно не собрать на остров чтобы сделать именно блокинг бар в дальнейшем пока так она тебя один вышку тут кридос подходит крипочка фармит вышку бьет довольно неприятно пустые наступили крипы вместо него все хорошо тут внезапно на миде 10 игроков оказалось не на некоторое время но вот пика пока ладно посмотрим всегда можно купить может быть поздно как бы можно говорить фраза никогда не поздно но возможно в доте иногда это фраза не работает раз даги приобретает себе еще и пангольер первый его такой серьезный артефакт получается по итогу грузбол выпадает кому грубол выпадает вайперу наверное в первую очередь переползает может забирать себе медуза ей лишним не будет них и понимано так там стычка в лесу ободон ловит висит от смог но команды рядом хотят ли встревать на своего саппорта да тут просто узнать прижимает бежит ра райс пока никуда не ушло пол шлота тебя надо убивать как минимум видят на 5 на сама себя пока что стоит на ненадолго вайпер следующий да минус также вайпер торги не понимает пока как бы это кастануть ультима и чтобы все было хорошо ну и кастанет уже в следующий драки и уходят лишь два кора отсюда куда подальше пока в гейминг с переменным успехом действует прямо скажем то есть не было такого чтобы команда выиграла две драки подряд хотят на воде то второе сначала просто запуставать тп стрелок но нет нормального станы стрела пока летит пока было близко уже чувствовал приближение смерти а м мать мак что не будет в принципе оба пока фармит антимаг понятное дело такой стандартный будет делать любопытно будет ли третьим артом башер либо скади сначала эти маги мы увидим пристроить на него здесь пошла агрессия не резко на развороте после на строну отстреливается довольно неприятно приходится также об аду он под сейвил попытку уйти отсюда почти все ушли кто хотел ох ты а шлепку по ультимейтам урона пока не хватает загадки наверно полетят дальше или нет нет решили немножко остепенится и фармить дальше в принципе драка тут если бы хотели могли организовать принципе но пока пока нет на самом деле не чтобы знаешь даже желание может это не необходимости там пока твой кэри фармит каждый из команд наверное думает мой кэри сильнее чем кэри соперника поэтому нет необходимости чтобы выдумывать кредос приходит свою любимую точку на карте треугольничек еще и успевать там должен подстакать что большой кемп фарм 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 опять же если ни одна команда здесь не не выходит вперед сама то вторая не всегда хочет тоже этим заниматься потому что а зачем я же фармит главный твой корм с другой стороны мак всем принципе в этом плане покайф и строит заходит 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 стрела по покатился мастере и строй неприятно подхиливает себя немножко с помощью сенс ринга пробить его так и не удалось как-то дэмэджи нет то есть ты смотришь вроде одни кастуют старые кастуют тут все фуловые логичем она войка в ручку щас бахнет а можно он куда урон ушел курсу все еще неприятно получилось вверх тем не менее все равно погибла но это всего лишь один фраг что дальше дальше зацепили видастами до зацепили до 100 минус еще и патма ждут пока закончится ультимат мира на но там блин кататься к этому времени у панга медуза фармит вот наглая если акция прыгнет а если акция не хочет выйду за кстати была еда в половине маны и без за ультимейта так что кто знает чем бы там все это развернулось вот теперь конечно вопрос любопытный кто сильнее в лейте медуза ленте mac при прочих равных опять же они же не 11 дерутся как бы это нами решающий краски фактор если они дрались один на один даже не буду придумывать кто из них сильнее опять же это знаешь кто-то говорит что антима контрпе и кинуть и потому что выжигает быстрее ману и пробивает ее кто-то говорит наоборот и пробивает вот могу короче здесь как будто бы что-то знакомое как будто бы здесь мы видео совсем недавно буквально минуту назад ну вообще антимак недалеко у него есть мановой то правда он фармит он не спешит в команде потому что команду почти что я стал а как на стрелу наступил лапкой что ли за цепью прихватил под подушку неприятно дальше в мастере зацепил немножечко дарк виллу но далековато уже мастере сейчас под вышкой может оказаться пауэршотик жестко антимак не стал стрелять но там вообще у всех по ума на можно понять о бабочка так неприятно для тимана в первую очередь не очень любит делать себе мкб в данной ситуации придется мастер один на топе какая довольно размеренная игра вроде бы есть драки но они какие-то супер текущие такие длительные без быстрых фрагов в принципе быстро заберут опять же локишок про как минус армор есть правда туда сюда ходит держит лиценку не успевает добить быстро макс в центре должен уже спешить кирпов добил bkb на варке так в кого влетели в мелоди вы взлетели успеет ли то что то сделать поцепил себя застрял немножко там мастере полета очень немножко по дестройду ну и опять вот драка такая которая супер тегу на разделился взрывать одеваться времени про лены уже погибла чиро джуниор следующая цель потому что не заканчивается блоки в бару и ручки хороший дизарм прокнул не наступить на куст что получается сделать должен откатываться вентран чиро джуниор бежит дальше под защиту вышки ну вообще идеально двигаться там рошан пол хп медузы нет убили потеряли верную она и курсу даже не тратился появится что скучно может быть очень дальше тележи может игра он там до сикотных и граунда и стопы д д д подобрать и ипотита 2 может раку выграешь с этим а я сам интересный тимой будет дальше фармить или все-таки пойдет куда-то кушать предполагаешь будет дальше фармить скани да хотя бы добить и понятно что вообще теперь надо делать потому что может быть вместо сказать действительно мкб есть смысл это бахнуть сначала иначе можно не пробивать минут в какой-то момент пока есть и дальше будет даггер акс бкб планирует себе после вот мэйла она вот можно посмотреть да на правую часть там как раз прыгнул туда антимаг и шлепнул вместе с мирской а тут смоки тут смоки нашли еще своего противника здесь правда фармить всего лишь свин стронг его кажется не хотят трогать хотят более жирную цель в виде медузы понимают где медуза находится медуза идет лапок оппонентом но нет три дерева в ряд не исчезают в доте они закрывают без вот врагов курсы тут не стрелка перехватили да и наверно не особо то надо было торопиться пока никуда значит там медуза стоит фармит и вот она драм хочет хочет давай нападает меня сзади команда давай давай прыгай меня на прыгай меня говорит все это так мастер и покатился неплохо при том есть просто теперь не получается за расправиться с ним окаменел кажется еще и антимаг покатался по нему мастере развернулся покатался еще неплохо покатался в обратную сторону и закатать его можно в асфальте час и действительно первая жизнь тимага заканчивается вынуждены выкупаться вверх на так свою тимать пока еще не отдавала она и отойдут ну вообще что-то очень странно сделали генка не видели медуза что нафармил потом то что нас прятался в инвизи все равно стояли свои позиции держали ничего не сделали один просто ангелер раскатал хотя он еще последок хорошо льтануть отмечен было не видели то что фармил там вроде бы не было огне там арселла ставил сейчас верно залетал на этот клифф а потом сама варта стату медуза фармила прямо на самом спать ее в теории могло быть не видно покрывает как вард она заходила хорошо в любом случае пока по-прежнему довольно равная игра чтобы вы понимали насколько 16 500 и 16 300 двух основных поров команд да и дальше тоже 11 510 тысяч равненько довольно проваливается конечно пангольер немного но зато по полезности если он пытается дракетовать довольно жестко а ультима это один вчера джуниор тоже рискует просить сейчас минус мастере успеете ли раскататься до мастере покатился на новое катился как раз сейчас надо просто побольше мани выстрела против антимага не туская что они катаются понимали очень касаются очень долго пытается мастере здесь есть на пяток менял тронай как спасать рара здесь а на грани все было но по итогу антимаг выжил на очень небольшом количестве здоровья сильный стронг и в тренке милашпел передайте только 4 но опять же драка для вигейминг максимально приятная антимаг может дальше идти фармить остальные могут попробовать попушить что-то даже эти маг собственно идет фармить треугольник как нас вражеские леса может быть захватит интересно вашего брать на пангалере вторым артефактом по сути после блинка я понимает и играть против него который бы к бэтм берешь башер парень чтобы с ваш бакла можно будет функционально сбивать а что ты здесь собрался делать с башером этим оговорить потом а весу а ну если только ради того чтобы пангалере раньше брали чтобы как раз таки спокойно продолжать кататься да то есть ты катаешься в ультимейте опять если укатываешься буду куда-то подачи это катаешься уже в обе соли не в обе скатаешься перемещаешься на герой прыгаешь че его тогда надо брать так 5000 преимущества акс который почти добрал себе бкб там не так много остается антимаг тоже себе делать бкб после скади интересно вообще если антимаг перестанет каминеть по поводу и без то глядишь и получится что-то интересное 1 бкб тут надо уже об мкб думать приходится еще пока только бкб дофармливать да да продолжим что медузы хватает хватает дамы пока панга очень много делать он эти могли двигаться так что это бкб наверняка очень сильно поможет акцию собирать кликом купил сразу хотят попробовать реализовать это дело не раз к покупает смог опять же мы видим что после предыдущей драки когда антимаг выжила медуза нет антимаг уже медуза опережает на 2000 и вот если следующая драка будет проиграна азимутами то конечно ему очень тяжело придется темат мира так чтобы поражать но они своем лесу пока находится возможно смог поражали думают так почему они через раша найдут если они идут на тройку ну нарисовали мужчины на крайне криво просто линия вот теперь рисует по другому пангалер и в новом видимо руководит этим выходом и как раз таки на радаре сам пангалер и показывать нашли пока не очень много ветра от самой под мы видим а то он довольно неплохой там эланди запустовался тут поэтому в итоге так пробить и не смогли просто в нее впрыгнули отдали всякие бкбхи отдали ultimate виверны 0 дэмоджи бы под меня на фуловая в подхвост залетает еще и стрела прокатывается пауэршот на хай граунде мелоди видно его должно быть на борту ошибка залетает на хай граунд очень много дэмоджи по медузе веду за просто разваливается не отпустят отсюда понятное дело еще и абаддона попытка на сей раз сильно стронга догнать абаддон поглую нет там есть агр поселили да вообще я не понял медуза она просто пошла под клип и и команда уже полностью отступать или покором держал дистанцию она просто забегает под ту точку где стоит вверх который дает на нее vision и вся команда врывается одновременно и акции макия просто лопают тут еще и вверх убивают сюда совсем плохой но это драка это драка после которой оправиться коллективу дарер будет невероятно тяжело если до этого не проигрывали относительно немного не было какого-то бешеного темпа анти мага теперь анти маг по сути уже ну к моменту когда медуза встанет будет ее практически на слот опережать просто агр садили т3 сломать глиф еще есть странно что до сих пор не жму очень странно вот конец когда уже акты и танковать с иллюзиями куда бьет удачу это и вы туда на бараке наверное оставаться не смысла особого нет зашла фейска просто ласт ангар давай тратить а у феи там шарт появился кусты теперь дополнительные ставятся 12000 преимущество 12 преимущества и бешено длительный таймер на рошана я думаю почти три минуты родной был частным типа 240 типа того это очень много времени для кого это время вот какой главный вопрос успеет ли за это время каким-то образом дай что-то сделать полезным для себя до появления рошана ну добить доеду с например верка может видишь на насчет убивать хотя бы саппортов быстро опять же подобрать виверн здесь конечно очень сильно комфорт вот виверна мы видим уже не первый раз что грамотно располагающие себя в драке виверна делает очень неприятно виртри рискует упасть пока я сюда не возвращается пангольер очень боязненно заходят на хай граунтов и гейминг опять же возможно не хотят ошибиться лишний раз потому что проигрывает драку сейчас и не байбека если вы отдаете рошана скорее всего хотя про рошана непрещу не знают а вот как раз на рошане поймали скан там кто-то зацепил скан и сюда выдвигаются уже азимут если сейчас дестроит прыгнет по вот этой всей команде которая в него будет летать это может быть похороночка так вышли вышли мастер и не называет раскрутиться о еще и неплохая ультимативная от мелоди пока контроль и вот-вот-вот-вот как и забиваешь суману называешь суману дальше делаешь шлёп два фрага и все это работает максимально хорошо а варь не таро раз да убегу вверх нет байбека это тоже нет жизни скорее всего сейчас до мастере летят по нему поливки и доволки для хайзом из 5 всего мастера можно идти в мид да да можно идти в мид как минимум а почему наверху доводить в верхней линии чтобы дверь и не успеет можно было в трон вот лапер гордо трон вайпер так чисто мне кажется да не идея может уже идут все они уже понимаешь на байбеку даже если панга выкупит от 11 полова смирились уже один с поражением еще тут у один банк появится нам 4 нет они не успеют резнуться 21 скорее всего вы сейчас да как и прописывается такие конечно пошли немножко еще подраться потянуть время но как и было уже прописано неважно что происходит по большому счету а по собственно что можно отметить что можно отметить комбинация антимага и виверны оказалась рабочей против медузы опять же антимаг забанен не был против медузы забанили насколько я помню террор блейда луну дровку про антимага почему-то забыли что для меня конечно несколько стран оказалось по итогу это одна из не могу сказать про первыми друзья сейчас точно скажу потому что две медузы нас проиграла за это время так что это уже 11 но что закончился чистилась так что медузы практически всегда выиграла но здесь как-то верно подвесил такой ультра классный пик виверна антимаг это мы даже здесь сделал было не в антимаге виверны в первую очередь она очень много грязи она не давала бить медузе не давала бить мира не давала бить врки в принципе панга то что катался по антимагу свою работу делал астре молодец за эту карту готов хвалить здесь явно не в нем было дело не в этом галере ну наверное вот это виверна она краски зарешал мы по итогу еще на стадии драфта говорили что вот это врка которая против виверны и драквиллу не очень должна работать до сама виверна по полезности хороший виверна оказывается лучше чем хороший абаддон вот в таких командных общих больших драк так что конечно надо будет думать азимут над тем как удивлять своего оппонента в следующей игре потому что она может стать для них последний так все верно в принципе но пока мы с тобой то о чем говорили 3 1 все это очень близко вот это же очень важный момент антимаг мог здесь первый раз погибнуть возможно виду здесь бы заполучил какое-то преимущество но террорайс акс спасается антимаг на ноге и вот этот момент уже окончательно посыпалась вот этот же момент медуза эти ребята отступает она и бежит туда вопрос придут и этого и того примерно вот так я думаю это выглядело возможно пошла в прошлой карты уже у ребят хотя начинали они это более-менее как-то знаешь после 30 минут и возникает вопрос здесь опять же было проиграно две супер важных драки супер важный в том плане что у вас погибала медуза противников не погибал антимаг это позволило антимагу набрать плюс слот относительно медузы и вообще ее все меньше и стесняться как и произошло по итогу антимаг просто прыгал просто бил просто шлепал интиммейтом просто выиграл игру по статистике значит 9 фрагов у чиры джуниор любопытно кстати что несмотря на то что казалось бы в ярко здесь было далеко не самые полезные фрагов не больше всего на карте ну да так получилось как бы миран то что получается 7 собрала она начинается 402 лечит такой счет был миран и стриг даже по моему ну подаем уже тоже мы с тобой видим и vr к и медуза нанесла даже больше чем в опер антимаг но как говорится похоже дело не цифрах а качество качество урона это забавно да и свежий может я думаю мы сейчас тоже посмотрим заодно этот весь урон он уходил частично наверное в ультимейт и верно частично в полдом брейс и ты вроде наносишь урона вроде и как бы нет ничего тяжело конечно тяжело играть таким драфтом нужно либо как-то не знаю ты не можешь забанить всех кого хочешь да да я не можешь забанить все ли кого хочешь приходим вновь и вновь и говоря об этих двух коллективах которые играет уже впереди 4 карта и либо сейчас кардинале вообще надо забыть все предыдущие карты и совершенно по-другому драфт строить но я думаю сейчас должен быть забанен хотя подожди об одном у нас в итоге проиграл да хотя все вроде как складывалось с этой медузы обадону на старте хорошо ну вот дома получать немножко не довели драфт еще чуть-чуть наверное и что-то получится но об этом уже узнаем и четвертой карте друзья наступит через пару минут пока немножко отдыхаем а